МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Александр Блинов снова со мной в эфире. Алекс, приветствую. Приветствую. Добрый вечер и доброе утро. Доброе утро, добрый вечер. Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих. Я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память всякой великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щед и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его во всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои. Да благословлять Тебя, святые Твои. Да проповедуют славу царства Твоего. И да повествуют о могуществе Твоем. Вот таким возвышенным, величественным приветствием. Приветствуем, мы приветствуем вас на телеканале «Импакт». И ты знаешь, интерьер за Твоей спиной, профиль за моей спиной говорит о том, что мы находимся в период величайших праздников, Дня Благодарения, Thanksgiving Day. «С чем мы вас искренно и поздравляем? Мне есть за что Христа благодарить, ведь дал Он мне небесное жилище». Помнишь, мы пели такое? В 90-х годах. В 90-х годах. Да, ведь дал Он мне небесное жилище. И в этот период, Алекс, мы говорили с тобой сегодня много на эту тему до эфира, в этот период величайших праздников, величайших, потому что благодарное сердце – это то, что любит Бог и ценит Бог. В этот величайший праздник мы проходим, а особенно на Западе, как мы говорим, мы проходим по-разному. Человек проходит по-разному. Общество, оно сконцентрировано, к сожалению, зачастую на сейлах, на индюках, жареных на столе вкусно пахнущих, на всяких вкусностях, приготовлениях, на скидках и прочее, особенно если Black Friday будет, все готовится к тому, дабы приобрести что-то. Но мы же, рожденные свыше, мы знаем, что за этим всем стоит что-то другое. Мы идем намного глубже и дальше, чем может позволить себе простой человек, который во всем этом он видит только лишь, чтобы заполучить для своего желудка, для своего стола, для своего холодильника. Мы, рожденные свыше, идем намного дальше в наших благодарностях Богу. Чем еда и одежда. Чем еда, одежда, чем пропитание. И мы возьмем эту мысль с тобой сегодня, Александр, очень важную мысль. Мы говорили с ней об этой истине с тобой еще до эфира. И так мне положилось на сердце, я знаю, это будет благословением для наших зрителей. Когда мы несем Евангелие, когда мы проповедуем в разных местах, делаем ли это мы на площадях, на переулках, делаем ли мы это в массовых евангелизационных собраниях, зачастую мы обделяем нашего слушателя, обделяем глубиной истины, которая несет в себе Новый Завет. Мы говорим о том, что приди к Богу, и ты получишь то и другое. Ты курил? Или куришь? Курю, один мне говорит, помню, в Магадане, на Дальнем Востоке. Говорит, курю. А ты хочешь бросить курить? Конечно, я пробовал и методы, и пробовал, и лечился, не получается. И что мы делаем? Но я этого не делал. Но нам это присуще. Мы говорим, слушай, приди к нам в церковь. И мы помолимся, и ты бросишь курить. Или, например, ты проблему имеешь в финансах? Имею проблему. Слушай, да приди к нам в церковь. Да сколько ты будешь ездить на этом потрепанном Chevrolet или Ford, или Toyota Camry? Приди в церковь, ты будешь ездить на хорошей, достойной машине. Ты посмотри, христиане на каких машинах ездят? Не все. Не все, да. И мы обделяем. Но это же даже не половина Евангелия. Это маленькая часть Евангелия. Это не основное. Основное, когда мы открываем глаза собеседника, который прямым сообщением в ад идет. Основное, когда мы открываем глаза на то, что является собой вечная жизнь без Бога. Вечная смерть, иметь в виду. Да, вечная смерть. То есть, когда за чертой твоей жизни, переступив которую, ты встречаешь вечную, вечную жизнь. Или вечное осуждение. Или вечную смерть. Или наказание. Ты встречаешь пахну. Вот это самое страшное. Вот это самое страшное. А потом все остальное, там и бананы церкви дают, и там хлеб бесплатно дают. Потом машину хорошую тебе кто-то. Это на своем месте может быть. Но основное. И вот, самое основное, за что мы с тобой благодарны Богу, что нам с тобой открыта истина. Нам открыта истина. В Иисусе. В Иисусе Христе. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Спасение. Спасение. Спасение – это потрясающая истина. Это потрясающая истина. Спасение – не просто вот спасение, что-то абстрактное. Но это настоящее спасение. Если бы на мгновение, на мгновение человеку в духовном мире открылось, что его ждет в преисподней, в преисподней, слушай, он бы мчался со всех своих ног, он бы мчался и кричал бы, «Кто мне покажет, откроет весь спасение? Как мне спастись от этой пагубы вечной? Как мне спастись от ада, от горящего огня?» И вот, вот это пленит в Евангелии, пленит любовь Божия в том Евангелии, который я принял. Допускаю, что ты принял то же самое, Евангелие. Меня пленит Божия, любовь, которая на моем пути в преисподнюю воздвиг Бог в своей любви, воздвиг крест Голков. На этом пути, на моем пути, на твоем пути, может, ты был более благородный человек, может, из вас, зрители, вы настолько благородны, вы прямо от рождения, вы готовы были во дворице у Господа. Писание же так не говорит. Не говорит. Я понимаю, Писание так не говорит. Это я для того, чтобы драматизму поддать чуть-чуть. Так вот, но на моем пути, на моем пути, да, я рожден был в христианской семье, да, ты рожден в христианской семье, но на моем пути обязательно должен был настать и должен настать такой момент, когда я должен категорически сказать, я буду служить Богу, я должен принять решение. И вот на моем пути, которое неизвестно куда шло, ну, понятно, ввиду традиционных ценностей, переданных мне моими родителями, прародителями, мое направление было в Царстве Божьем. Но, тем не менее, на моем пути единожды Господь воздвиг то, что названо крест Голгофы. И это его любовь. Вот за это я ему благодарен. Да, слава Богу. Такая песня есть, Бог нас отгибли и спас, да? Правда, и надо как-то, мне кажется, она звучит как бы так. Не сильно на возвышенных нотах, но когда на самом деле понимаешь, что Бог отгибли и спас, то, ну, как вы говорите, день благодарения, да, то благодарственность — это производное сердце, которое наполняет Божья благодать, которое наполняет Бог собой через Иисуса Христа, через кровь. И я как-то, вот вы говорили обо всем этом, вспомнил, мы были, был с друзьями в Ургвай в этом году, в мае месяце, и мы там были в одной тюрьме. Ну, пошли тюрьму местную посетить и попроповедовать, пообщаться с людьми, помолиться за них. И я был удивлен, как бы, меня удивляют эти вещи, но в то же самое время это, может, и нормально, то есть это хорошо, это классно, что проповедуешь людям просто, простое вот Евангелие, просто вот, что Иисус — Спаситель, Иисус — это Тот, Который оправдывает тебя, а Тот, Который принимает тебя в славу Божью, Который дает, благодаря тому, что Он умер на кресте, дает тебе доступ в вечное царство. Ты можешь сидеть в тюрьме, ты можешь быть в стесненных обстоятельствах, но ты можешь быть на свободе. Ты можешь быть на свободе, и в тот же самый момент ты можешь быть в тюрьме. В темнице, да. Ты не свободен, ты раб, всякий делающий грех, есть раб греха. И Слово Божье, Иисус говорил, что раб не пребывает в доме вечно. Где-то приходит конец этому рабу, но он не может прибыть в доме вечно. Только Сын, Сын может прибыть. И вот, кого Сын освободит, тот прибывает в доме вечно. И вот эту простую вещь проповедую я людям, но не обещаем, что они из тюрьмы выйдут на следующий день. Просто говорим, что у вас есть надежда просто жить в Божьей радости, жить в Божьей славе, в Божьей радости. Есть этот шанс. И я смотрел на некоторые глаза, их много там было, не помню, сколько может, 20-30 человек, может, больше я слушала. И некоторые из них просто глотали эту вещь, глотали. Кто-то сказал из местных, кто там живет, говорят, у них типа, наверное, вариантов больше никаких нет. Не знаю, может быть, нет, но может быть и есть. А может быть, люди просто надоело им это жить. Но они эту благую вещь в себя проглатывали. И просто видно было, что их глаза наполнялись слезы радости и слезы благодарения Богу. Ну, что-то Бог производил в их сердцах. Это уже было между Богом и ними. Так что радость спасения, это по ходу дела самая большая радость, которая может быть в нашей жизни. А все остальное это следствие или производное, как ты говоришь? Все остальное это что? Это следствие. Все остальное. Еда, одежда. Еда, совершенно верно. Все остальное. Дома, машины. Все остальное. Дома, машины. Наша жизнь социальная, наша жизнь церковная, наша жизнь общественная, наша бизнес-жизнь. Все, что связано с нашей ежедневной, повседневной жизнью, это предатки. Но основное, стержень Евангелия, это Иисус Христос умер за тебя, чтобы ты не умер. Вот если умрешь, почему тот, который, знаешь, евангелисты часто говорят это в своих проповедях, тот, который рожден единожды, умирает дважды. Но тот, который рожден дважды, умирает единожды. Блажен, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет силы, не имеет власти. Поэтому, если ты рожден только один раз, физически, биологической жизнью, биологическим рождением, один раз, но не родился второй раз, ты умираешь два раза. Ты умираешь духовно, а затем умираешь второй раз и идешь далеко не в хорошие места. Далеко не в хорошие места после физической, биологической смерти. Поэтому очень важно получить двойное рождение. Дабл. Дабл поршн. То есть, первое рождение, второе рождение. А тогда прямым сообщением ты идешь в небеса. И открываются ворота небесные, рая. И там сам Петр, говорят, встречает с улыбкой или Павел Апостол. Был один, попал туда в выступление, был один известный американский проповедник. Он попал в выступление. И он ходил со Христом. Он много рассказывал это на христианском телевидении. Вот он задавал вопрос Христу, Иисусу. И Христос ему отвечал. И говорит, мы подошли, смотрю апостол Павел. И апостол Павел, говорит, обращается ко мне. И говорит, слушай, Джесси его зовут, слушай, а что люди говорят на земле обо мне? Я, говорит, посмотрел на него. И говорит, Пол, you are the man. You are the man. Вот. Но я не знаю, было так или нет, но он доказывает, что так было. Что люди, слушай, люди восхищаются тобой. Апостол Павел, люди восхищаются тобой. То есть, там, вот, ну, представляем, что там открываются небесные врата, хоры ангелов, и встречают кого? Победителя. Вы знаете, евреям в первой главе или во второй главе в продолжение, как бы, мы говорим о спасении, да? Но на этом же-то ведь это все не останавливается. Божий план, я одного как-то евангелиста слушал, и он говорил, что Божьи планы о человечестве настолько сильно далеко простираются, но нам просто, они для нас пока сокрыты. Не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его, да? Так говорит Слово Божье. Да. Но они пока для нас сокрыты, эти планы. Все, что для нас открыто, это спасение и то, что нам надо идти и другим рассказывать и делиться, чтобы они тоже спаслись, а тоже вошли в Божью славу. Но когда мы придем в Божью славу, мы будем потрясены Божьим планом. И вот один из стихов в Слове Божьем, Евреям во второй главе написано, что «Ибо не ангелом Бог покорил всю будущую вселенную». А напротив, никто негде говорит, что есть человек, ну и так далее, что ты его любишь, помнишь, да? Я так, меня задевали эти слова «Не ангелом, Бог покорил всю будущую вселенную». Вселенная, в которой нету конца и края. Вселенная, которая безгранична. Бог для какой-то цели, Он ее покорил, приобрел, не знаю, дословно, до конца значения сути этой покорил, что значит покорил. Но сам факт, что она принадлежит Богу, эта вся вселенная. И Он ее покорил, Он ее приобрел, она ему принадлежит и нам. Но это не для того, чтобы она просто была. А у него, значит, есть какие-то грандиознейшие планы для нас, потому что фактически Он-то ведь нас сотворил по образу и подобию своему. А Он сам творец, Он творческая личность, Он созидающая. Ему нравятся красочные вещи, как у тут на фотографии, на картинке. Ему нравится гармония. И такой же самый образ Он есть в нас, потому что по этому образу Он нас сделал. Грех это все исказил, грех это все разрушил, разбил. И потому, если мы остаемся в грехе, если мы остаемся с дьяволом, то присуще нашей природе бомбить, разрушать, давить, кого-то в рабство загонять там. Потому что это то, что делает дьявол. Он заставляет себе поклоняться. Он хочет быть наверху. И чтобы ему, но Богу, когда поклоняются люди, это совсем другое поклонение. Он дает жизнь этим людям. И оно в гармонии происходит. Оно не в рабстве, в каком-то таком вы должны мне поклоняться. Там совсем другое поклонение. И в Боге есть будущность. Он говорит, я имею у вас планы и намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Будущность и надежда, она есть в Боге. В Боге есть будущность, в Боге есть вера. В Боге есть жизнь. И получается, если человек находится в Боге, он живет, он движется. Это же классно, когда Иисус говорит о себе, я есть путь, истина и жизнь. Он не говорит, что я есть депрессия, я есть неправда, на которую ты обопрешься, как он, помните, Бог говорит о фараоне. Конечно. Ты как трость на дно, на которую отправится, и она входит в руку и до боли раздирает еще плечо. Но Бог не такой. Он правда, которая стоит, которая так раз, и не ломается. Если ты обперся в Божью правду, то ты на ней будешь стоять. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а ты в милости Божьей будешь пребывать вовек. Божье слово говорит. И он еще говорит, что если я поклялся Давиду, то изменил ли я? Солгал ли я? Солгал ли я? Да. Солгал ли я? Еще говорит, что в двух неизменных вещах, которые Богу невозможно солгать. Это обетование и евреям, шестая глава. Евреям, шестая глава. Потрясающее место. Он говорит, дабы в двух непреложных вещах, это клятва и обетование, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век, по чину Мелхиседека за нас, за нас, первосвященники ходатай за нас, Иисус. И вот в двух вещах, которых Бог просто не может обмануть, не может нас подвести, это клятва и обещание. Да, и получается, все вот это дело, когда смотришь, что Иисус есть путь, истина, и жизнь. Он не есть депрессия, он не есть обман какой-то, который сегодня, сегодня ты об него опираешься, а завтра ты оказался в безвыходности, потому что тебя обманули. С людьми такое происходит, и с дьяволом такое происходит, и написано, что он есть жизнь, он не смерть, а человек, он создан для жизни. Бог сотворил человека душою живущей, да, Он сотворил человека живым, по образу и подобию своему. Он никогда человека не творил для смерти, вечной. Смерть, вообще, честно говоря, меня на это размышление тоже один евангелист навел, и сильно известный, он говорил такие слова, что ад был сотворен не для человека, ад был сотворен для дьявола и для его бесов, для его слух, но люди по самоупорству, они просто туда идут, не желая принять Евангелие Божие в свою жизнь. И в Матфея, в 24 главе, я обнаружил на самом деле, что ад, он был сотворен для дьявола, но не для человека, и то, что туда идет человек, это вообще не Божья воля. Божье сердце, оно от этого разрывается, от этой боли, разрывается, и он, это не его воля, это вообще не его воля, что туда люди идут, но по своей гордости, надменности, они почему-то выбирают эту дорогу, и больше всего, я сильно склонен верить тому, что каждый человек, прежде туда, прежде чем переступать туда порог, в ад, он имеет от Бога шанс остановиться и покаяться, Бог к нему говорит, я, по крайней мере, ну, немало даже таких свидетельств слышал. И я хочу усилить эту мысль, Алекс, ввиду того, что есть лжеучения, не евангельского толка, не евангельского плана, которые говорят, что после смерти существует некое чистилище, это учение католической церкви, которое не присуще ни букве, ни духу Нового Завета, Христос не говорил. Есть это учение? Есть учение, да. Которые говорят, что после смерти есть определенное чистилище, там, сорокадневное, где душа находится, и вы должны молиться о нем. И вы должны молиться о нем. Родственники должны молиться, близкие должны свечки ставить, для того, чтобы умилостивить сердце Бога и быть ходатаем. Там применяется еще, в основном направлении идет ваших молитв, должно Деве Марии быть. Потому что она будет заступница вот за эту душу. И вот когда он в этом чистилище осознает свой грек, что он там накуролесил на земле, накуролесил, наследил. А вот здесь, в этом чистилище, он пришел в себя, и после сорока дней он переходит в рай. Нет ничего дальше, нет ничего больше этой лжи. Это просто дьявольская ложь. Дьявольская ложь. И с этим пропуском, с этим пропуском в рай так называемый, провожают убийц, не покаявшихся, провожают насильников, провожают нечестивых людей, которые не покаялись перед своей смертью. Писание говорит, ибо человекам положено однажды умереть. Не дважды умирать, не трижды, однажды умирать. Однажды умереть, а затем суд. Ибо человекам положено однажды Христос несколько раз, точно так как Христос несколько раз не придет спасать людей. Он не придет еще несколько раз, два, три, четыре, пять раз, до тех пор, до каких, ну, пока люди все не придут к познанию истины и не скажут, Иисус Христос, ты уже пятый раз был распят на кресте, наконец-то я в тебя уверую. Нет. Настолько единожды, единократно, единожды приношение Иисуса Христа этой жертвой, о чем апостол Павел говорит к евреям, его было достаточно на все века, на все поколения, на все территории, на все континенты. Единожды, однажды, к концу веков, своей смертью принес вечное искупление. То есть, нет участилища. И об этом мы говорим прямо и категорически. И эту весть, друзья мои, передавайте, запишите, закажите эту программу и отправляйте вашим друзьям, знакомым, вашим близким на других всех пяти или шести континентах. Даже в Новую Зеландию можете на шестой континент отправить. О том, что человек не умирает несколько раз, а потом идет реинкорнация, потом опять идет перевоплощение. Он однажды умер, и потом есть определение Божие. И соответственно того, что я заработал, живя в теле, что я получил, живя в теле, как я жил, живя в теле, доброе или худое, соответственно этому, говорит апостол Павел, я получаю в потусторонней жизни. И это очень важная истина, очень важная, очень важная мысль о том, чтобы мы говорили об этом категорически и прямо. Говорят, я допускаю такую мысль, что перед смертью, как ты, вот на этой мысли ты остановился, я ее подхватил, что перед смертью Господь кого-то ставит на нашем пути, какого-то евангелиста или какую-то евангелистку, миссионера или миссионерку ставит, он ставит какого-то человека, он даже посылает чью-то судьбу, какие-то методы, какие-то инструменты. Одним из инструментов на пути человека является медиаслужение, импакт, когда человек включает и он слышит, и Господь это допускает с определенной целью, чтобы человек не погиб, чтобы человек не погиб, чтобы он услышал весь спасение. И почему мы сегодня с тобой где-то мы сидели, обедали, да, и мы говорили о том, что по большому счету в идеале написано ибо желание Господа, чтобы все люди спаслись, без исключения. Это его жгучее большое желание, то, о чем ты говоришь. Но мы понимаем о том, что Евангелие Царствия будет проповедана во свидетельство всем народам. Хотелось бы, сильно хотелось бы, чтобы было во спасение, но Писание говорит, что не все спасутся. Даже остаток спасется. Даже остаток, чего я не всегда понимаю, остаток спасется. Господи, столько людей в церквах, столько людей в церквах, столько членов церкви. Церква бывает переполненная, особенно раз в году на Пасху, на воскресенье Иисуса Христа. Переполненная. И остаток спасется. Это истина, которую я еще молюсь, чтобы Господь мне открыл. Что за остаток? Но Евангелие проповедуется во свидетельство, во свидетельство, дабы на пути человека в вечность, в какую-то из вечностей, как мы говорим, или туда, или туда, на пути была воздвигнута благая весть, через кого-то, в чьих-то устах было вложено, было сказано, и это во свидетельство. А затем человек имеет шанс или принять, или отвергнуть. Решение, это на моей стороне. И вот миллионы людей из нас, они приняли решение в сознательном возрасте, здравым умом, ни по принуждению, ни под натиском, сознательно, добровольно. Мы сказали, вот это да, вот это спасение, вот это Бог, вот это Иисус. Да ради такого Иисуса Христа я готов и жизнь свою отдастся. Апостол Павел говорит, апостол говорит, да ради него я от всего отказал, я все почитаю за ссор, дабы приобресть Христа. И вот те из нас, которые на пути в преисподнюю некогда были остановлены крестом Голгофа. Крестом Голгофа. Нас пленил этот крест старый, этот древний, этот ржавый, может быть это такой, знаешь, непривлекательный, но в этом непривлекательном кресте, на котором был распят Иисус Христос, мы нашли прощение своих грехов. И вне креста прощение грехов, вне пролития крови не бывает прощения. Вот там, где Христос на кресте пролит кровь, вот это и явилось нашим спасением. Это для нас явилось всем. И на сегодняшний момент мы относимся к категории людей, тем, которым есть за что Христа благодарить. Есть, конечно. Сам Христос, ну, последняя мысль, что говорил, истина, из его слова, из Евангелия, от Иоанна, что он сказал, я есть путь, истина и жизнь, да? Так посмотреть, логически, по-человечески, рассуждая, кому из людей нравится депрессия, кому из людей нравится быть в депрессии. Или в смерти. Или в смерти. Да. Я думаю, ни одного нет разумного, здравомыслящего человека, который говорил, о, смерть, это классно, это все. Или депрессия, это классно, там, типа, сидишь в один угол, смотришь пожизненно, или кому нравится, когда ему лгут, обманывают постоянно, и он на этой лжи строит свою жизнь, понимая, при всем понимании, что это ложь, это ложь, это же где-то развалится, ложь где-то тебя подведет, обязательно где-то под бортом, как американцы говорят, under the train, кажется, где-то под поездом или под автобусом, то кому это интересно, никому, и в тот момент, когда Христос говорит о себе, «Я есть путь и истинная жизнь», и каждый всякий человек, приходящий к нему, окунающийся в Иисуса Христа, ну, принимающий его в свою жизнь, фактически он живет, он идет, он дышит, он, и верующий в Сына Божия, имеет жизнь вечную, верующий в Сына Божия, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел, перешел, из смерти в жизнь, то есть, находясь здесь, мы уже, мы не будем иметь вечную жизнь, мы уже находимся в вечной жизни, мы просто, а когда приходит переход, переход, когда мы из физического состояния переходим в духовное состояние, тогда это просто переход в другую сферу вечной жизни, мы находимся в сфере вечной жизни, невидимой, а мы перейдем в видимую сферу вечной жизни, и это потрясающе. Это слава Богу, это слава Богу, просто одно дело это знание, а второе дело это, когда ты имеешь это внутри себя, как Иоанн говорил в первом послании Иоанна, свидетельство, которое внутри нас, вера в Иисуса Христа. Помните, он говорил, 1 Иоанна, напомните дословное. Свидетельство, которое в вас. Да, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самому, 5 глава Иоанна. Имеет свидетельство в себе самому, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самому. И свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия, Иисуса Христа, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение, он говорит, мы имеем к Нему, к Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просим от Него. Это свидетельство. Это серьезное свидетельство. Но факт в том, что или ты Его имеешь, или Его нет. Но знаниями ты себя в Него не засунешь, это свидетельство. Просто от того, что ты знаешь, что Иисус – это спаситель мира, это еще ни о чем не говорит. Когда ты Его приглашаешь в свою жизнь, когда ты просто… Знаете, вот меня удивляет в деяниях повторяющееся периодически слово «набожные». То есть ходил Павел и Петр, проповедуя Евангелие Божие. И люди, которые в первую очередь реагировали на это Евангелие, это были набожные люди. Хотя они обо Христе до этого еще не знали. Они это истинно не приняли, насколько я понимаю и читаю из деяний. И я просто задавался тем вопросом, думаю, вау, именно набожные люди, такие вот расположенные внутренне к Богу исканию, где-то вот найти. Помните, Павел говорит в деяниях какой-то главе, 17-й какой-то, что Бог… Извините, я… Почему вижу, что вы люди не это, не в Ариапаге, он говорил. В Ариапаге, да. Да. А какая-то глава? Ну, это 17-е деяние. 17-е деяние, да. Да, спасибо, это было 17-е деяние, и он говорит этой проповедии своей к ним, в Ариапаге. В Бог сотворивший мир и все, что в нем… Не в рукотворении. Он, будучи Господом неба и земли, он Господь, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Он сам давая всему жизнь и дыхание и все. Даже атеистам, даже, ну, всем, кто там, как бы не дышал какими угрозами в сторону Бога, он им дает дыхание. Я как-то слышал мысль Рейн Лемес, это Сталинского пробуждения. По-моему, он на «Импакте» был, или, может, с Алексом Шевченко в беседе. Он спросил, задал вопрос ему, говорит, где же Бог? Ну, говорят, что Бог был там, да, где он? И он ответил, говорит, Бог везде, Он во всем. Он говорит, и больше того, сказал, меня просто это слово задело. Мы в Боге живем, мы в Боге ходим, мы в Боге движемся. И более того, кто-то из нас даже ругается в Боге, кто-то даже ненавидит из нас. Находясь и существуя в Боге, ненавидит Бога. А Бог по своей милости дает ему дыхание и жизнь. И ему задали вопрос, почему же многие из нас не слышат этого Бога, почему? И он такой сказал, опять им потрясающую мысль, говорит, что это как радио, говорит. У нас в Денвере есть Кейлав радиостейшн христианская, 9.1.1. И есть другая там радиостейшн 106.3, тоже христианская. Ну, и радио есть у всех в машине. Но это не значит, что все могут слышать эти радио. Они могут другие волны слушать. Ну, каждый, кто пытается настроить на эту волну, ищет эту волну, он ее услышит, потому что это радио есть. То Бог есть, и Он говорит, и Он желает спасти. Но всякий вот этот Бога ищущий человек, желающий найти Господа, там, говорит, послание к кремлянам, чтобы через рассматривание вечной силы Его и Божество, невидимое Его вечная сила и Божество, через рассматривание творений, видимы, для всех видимых. Так что они не безответные. Они не безответные. Получается, каждый человек, даже отвергающий вслепую Бога, он все равно, если здраво посмотрит на творение Божье, он найдет ответ, что Бог есть. Оно не само по себе возникло. И вот Писание говорит, Павел Попаде говорит, что Бог сам давая всему жизнь, и всему, даже атеистам, жизнь, и дыхание, и все. От одной крови человеческой, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они, дабы они, люди, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Потрясающе. Другим словом, есть на земле мир разделен на два лагеря. Ищущие, господа. Ищущие. И не ищущие. Первое. Второе. Те, которые, получив от Бога то, что мы получили, они, кредиты, как мы говорим, возвращают Богу. Они поклоняются Богу, они служат Богу. Это же производное. Это производное. Другая категория людей пользуется теми же благами. И над теми же восходит солнце, и над теми. И над нечестивыми, и над... Заря встает, обогревает солнце. Благодати Божьей достаточно для всех, без исключения. Шесть миллиардов, будет еще шесть миллиардов, будет еще тридцать миллиардов. И единократного приношения крови Иисуса Христа достаточно, чтобы благодатью, милостью, его любви, достаточно, чтобы покрыть все тридцать пять, сорок пять, сто двадцать миллиардов живущих или живущих. Достаточно. Настолько она универсальна. Вот почему ему не надо было несколько раз приходить. И ему не надо приходить несколько раз. Настолько она имеет цену, кровь Иисуса Христа, Сына Божия. Настолько она в цене, настолько ее достаточно, настолько духовных компонентов жизни, которую он принес и отдал эту жизнь, настолько духовных компонентов было много. Настолько много, настолько заложено в его жизни было много, что пройдет тысяча, пройдет две, пройдет десять тысяч лет, придет еще десять миллиардов людей, или тридцать миллиардов, или сто миллиардов. И того, единожды совершившегося на палестинской земле, на Голгофе, оно покрывает. То есть во благодати находится постоянно. На мгновение, если бы Бог забрал благодать от земли, на мгновение. Если бы он взор свой отвел от земли, от этой маленькой планеты, которая, как мы говорим, она заброшена во вселенной на расстоянии огромных километров от его престола. Она в центре Божьего внимания. Она в центре Божьего внимания. И я люблю говорить о том, что последние дни, последнее время перед его пришествием, небо, оно работает на человека. Небо с его ангелами, Дух Святой, Слово Божье, внимание неба, оно приковано к человеку. Да, что-то Господь делает на Марсе. Возможно, что-то Он делает в других галактиках. В какой-то Андромеде Он тоже там творит очередное, да? Очередное. Но все небо работает на человека. Настолько много было вложено. Христос же нельзя. То есть Бог своего Сына понапрасно же не отдал на землю. Понапрасно, чтобы насмеялись, распяли. И никакого от этого результата. Бог бы так не делал. Бог слишком мудрый, слишком великий, слишком разумный Бог, Бог разуме, чтобы Он просто отдал, получится или не получится. А ну-ка что-нибудь предпримем, чтобы вот человек не погиб, а ну вот только человек так может делать. Бог так не делает. Бог преследовал определенную цель, и Он стоит за этой целью. И все делает для того, чтобы эта цель была совершена, чтобы совершилась эта цель, чтобы человек пришел к покаянию, чтобы человеку была открыта истина. Бог мира этого, Он ослепил, Он заслепил. Бог этого мира, князь этого мира, дьявол. Ослепил враг вашей и моей души. Враг вашей. Если у меня и есть враг, так это сатана. Не человек. Не Клинтон для меня не враг. Не Трамп, не Путин, не Порошенко. Это не мои враги. Самый большой враг, номер один, террорист номер один для человека, для вас. Человека-убийца. Человека-убийца от начала. Не устоял в истине. И нет в нем истины. Когда говорит он, говорит свое. Ибо он отец лжи. Он лжец и отец лжи. Он говорит ложь. И вот это террорист номер один. Это дьявол, это сатана. Это получается, насколько мы должны благодарны быть, чтобы Бог нас спас. Ну, на здравый рассудок порассуждать, по человеческому рассуждению. Какая-то неразумность отдавать себя в руки дьявола. Когда только два выбора у человека, Бог или дьявол. Какая-то неразумность отдавать себя человека-убийцу. Понимая, что он тебя убьет. Он тебя убьет. Он попользуется и убьет. Это же такая глупость, огромнейшая глупость. То самое время, когда для Бога человек составляет большущую ценность. 15 глава Луки. 15 глава Луки конкретно об этом показывает. Что для Господа ценность составляет ни имущество, ни там, что там расточил младший сын. А для него самую большую ценность составлял этот младший его сын. Человек. Человек, который удалился от Бога. Для него Бог, именно для Бога сам человек составляет эту ценность. Алекс, ответь мне на вопрос, если можешь. Позволь мне задать вопрос. Да, спасибо. Вот смотри, ну, когда бросаешь животному, я как-то был в зоопарке, в зоопарке, и животным бросали мясо, животным. Там, по-моему, какое-то животное. И как-то видно было, что когда он съел этот кусок мяса, он этому, который принес ему мясо, как-то он так хвостом повилял. Вот он подошел, это не хищник был, подошел к ноге этого человека, потерся ногу его. То есть, ну, животное как-то оно, Богом заложено, природой, говорят, заложено, мать-природа. Я всегда противоречиваю, говорю, не мать-природа, а Бог-отец. Мать-природа, какая? Мать-природа. Или погода. Матушка-погода. Мадер-найчур. Какая мадер-найчур? Бог-отец, да. И вот животному оно как-то присуще, что как-то оно, собаке, брось какую-то кость. И он, так он благодать. Почему? Вот мой вопрос. Почему человек? Да это же творение Божие. Получает те же блага, как мы говорили. Ест тот же кусок хлеба, пользуется теми же благами. Защищен. Защищен. Защищен со всех сторон. Защищен сверху. Защищен слоями атмосферы, что его не убивает космическая радиация, не убивает. Не убивает. И те из нас, которые знают это, говорят, Господи, ты же меня сегодня сохранил. И ты вставешь утром, благодаришь Господа. Вечером, говорю, Господи, я так благодарен. Целый день ты меня хранил. Слова Божьего. Целый день хранил. Почему те из нас, которые могут благодарить Бога, но те, которые пользуются, хуже животного получается. Вот, помоги. Где, как выйти из сферы информатики, информация, 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 в сферу откровения. Это же Бог мне дал. Как я могу иначе? Интересно, что Слово Божие говорит, что Бог как небо высоко от земли, так велика милость Господа боящимся Его. То есть, когда ты осознаешь и понимаешь, вау, это же каждый день, потому что милость Божия каждый день обновляется. Так, отвечая на ваш вопрос, наверное, не знаю, ну, помните, мы первый день, или в предыдущих разговорах, мы вспомнили такое местописание из Еврея, 10 главы, что вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. То есть, что-то, что-то сильно серьезное такое, ну, сложное в своей жизни эти люди прошли. И Даша говорит, Божье Слово, ибо вы и моим музом сострадали, и расхищение имения вашего принялись с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. По ходу дела эти люди имели, быв просвещены, то есть пришло некоторое познание Божьей истины в ихнюю жизнь, пришел свет. Они увидели ситуацию Божьими глазами. Помните, вот, 72-й псалом, 72-й псалом, печальный и потрясающий. Пока я не вошел во святилище? Пока я не вошел во святилище. А, это потрясающий псалом. Псалом, на котором... Я возвращаюсь к нему часто, кстати. Как благ Бог Израилю, к чистым сердцем. Как благ Бог чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. То есть человек, сказавший от Асафа эти слова, как благ Бог чистым сердцем, это было воодушевлено, это было откровение. Это было то, что он на самом деле увидел. Как на самом деле Бог благ, к чистым сердцем. Он достоин нашей славы, он достоин наших сердец. И говорит, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их. И крепкие силы их. Важная мысль. Нет им страданий до смерти. Ему так показалось. И крепкие силы их. На работе человеческой нет их. И с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложило их, этих людей. И дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются. Злобно разглашают клевету. Говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои. И язык их расхаживает по земле. Потому, куда же обращается народ его. И пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог. И если в виде неувышнего. И вот. Как бы вывод подводит. И вот. Эти нечестивые благоденствуют веки с тем. Умножают богатство. Вот на вот это обращают божьи дети. Божьи дети начинают обращать внимание. Гляди, как они живут. Гляди. На работе человеческой их нет. У них все круто получается. Уже за вэлфер тогда уже. Уже было за вэр. За вэлфер сказано. Кстати, это о либералах. Ты знаешь, я вот сравниваю республиканцев и либералов в Америке. Я думаю, что 72-й псалом это как раз о либералах. Вот почему и Господь посрамил либералов на последних выборах. Как раз о них написано. Не знаю, но вы говорили как-то давно. Год-два назад, что Божье слово оно универсальное. Универсальное для всех. И каждый читающий должен бодрствовать. Должен видеть себя. Помните, Евангелие от Матфея, 6 глава, там написано, светильник для тела есть око. Если око твое чисто, то все тело будет чисто. А если око твое грязное, то все тело будет твое грязное. И если свет, который в тебе есть, тьма, то какова же вообще тьма? То получается, то, куда мы смотрим, то нас и наполняет. Если я смотрю на вот эти вот вещи, что как у того получается, как у того получается, как люди мира этого устрояют свою жизнь. То есть мы сравниваем себя, но не с тем, что надо. Не с тем, что надо, да. И, соответственно, с этим у нас начинает появляться ропот внутри нас. А почему у меня нет? Но когда я смотрю в Божье слово, когда я наполняюсь Божьим словом, когда я верю, верю, когда я имею общение с Духом Святым, о чем Павел говорил, благодать Иисуса Христа и любовь Бога Отца, «И общение Духа Святого да пребудет со всеми вами». Аминь. Так мы в наших церквях очень часто повторяем эту фразу. «И общение Духа Святого». То есть это то, чем мы должны наполняться. А Дух Святой нас не наполнит каким-то депрессией какой-то. Он нас не наполнит тем, что нас разобьет. Ширпотребом. Да. Не наполнит нас какой-то ложью. Не наполнит тем, что мы будем обращать туда свой взгляд и пить эту воду полную чашей, и будем говорить, как узнает Бог, есть ли у него ведение. Это же слова ропота, это же слова неверия вообще, неверия по отношению к Богу. И он это говорил доколе. Доколе говорит, я не вошел во святилище Божие, да? И думал я, как бы уразуметь мне это. Но это трудно было в глазах моих. Это нереально, пока мы не войдем именно в общение с Духом Святым. В святилище – это общение с Духом Святым. И там происходит Божье просвещение, о чем говорится. Там настоящая реформация. Говорит, будучи просвещены истинною, выдержали великий подвиг страданий. Потому что вот эти слова, которые он тут говорит, но я всегда с тобою, хотя это в Ветхом Завете, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. И вот потрясающие слова. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Вы представляете, какое откровение? В те времена именно этот человек, веря, что у него и было благодарное сердце. И ты понимаешь, вот нам присуще, когда мы моделью своего подражания, мы не на тех смотрим. По-человечески, по-человечески, Ассав, возможно, был прав. Но, как только он вошел в то, что называется духовная сфера, то, что называется позиция вечной жизни, когда он поднялся в духе над землей и начал смотреть глазами вечности, даже на ту землю, он увидел совершенно другие вещи. Говорит, что и вот удаляющие себя от тебя гибнут. Еще он сказал о них, как нечаянно они пришли в разорение, исчезли, погибли от ужаса, так на скользких путях поставил ты их и не извергаешь их в пропасти. То есть это можно было ему такое увидеть, когда он получил Божье откровение. Это не пример для подражания. Опять же, шестая глава к евреям говорит, говорит, чтобы вылетела из мгновения эта потрясающая мысль. Смотрите, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. До конца, ревность эту оказывал до конца. Служа, ну, тут написано перед этим, служа святым, ну, и живя достойно Бога, да? Дабы вы не обленились, но подражали тем, подражали тем. Мы можем подражать вот этим, которые в 72-м псалме вначале, мы говорили, что у них гордость, там глаза выкатились от жира, на работе человеческой нет их, и они, короче, они стоят в жизни. Я даже позавидовал им. Он говорит, даже позавидовал им. Мы можем им подражать, но их пути настолько скользкие, что если они падают, то мы тоже там же окажемся, если мы будем им подражать. Но написано, дабы вы не обленились, но подражали тем, определенному контингенту людей, которые верой и долготерпением наследуют обетование. И в Писании там приводят пример Авраама, хотя бы для начала Авраам, Давид и многие другие мужи Божьи, которые достойны нашего подражания, которые верой и долготерпением наследовали эти обетования. У нас есть в церкви, один есть мой друг, служитель, пастор или пресвитер Григорий Мещенков. Он такую фразу любит периодически напоминать и говорит, что всегда, когда мы смотрим на Бога, наше сердце наполняется благодарностью. Мы просто Его славим. Это производно. Когда мы Его перестаем видеть, отворачиваемся от Него и смотрим куда-то в сторону, мы можем даже начинать роптать, потому что вот так оно получается, это производное. То вывод со всего этого, важно его видеть, важно на Него держать свой взор. И плюс, я бы добавил к этому пастору Григорию еще некоторые свои умозаключения, тоже, которые Господь положил на сердце мне и ложит на сердце, что когда мы сравниваем себя с кем-то, очень часто мы даже можем выглядеть лучше другого. Зачастую в своих глазах мы можем сравнивать себя даже не с нечестивыми, я беру другую сторону, я противоположность беру, мы сравниваем себя не с нечестивыми, мы сравниваем себя с нашими соотечественниками, с нашими собратьями, с услужителями, соцерковниками, с нашим сообществом, я так скажу, мы сравним. И мы говорим, о, я лучше выгляжу, я выгляжу лучше. Смотри, он сделал то или другое или третье, а я этого не делаю. Или она сделала то, она так поступила или так, или так, я этого не делаю. То есть, и наша осанка сразу, плечи расправляются, получая уверенность в голосе звучит, видишь, Господи, я не такого, я не такого, как та или тот. И мы можем так действовать и сравнивать до тех пор. Я могу выглядеть хуже в ваших глазах, если вы сравниваетесь меня с другим служителем, да, как я в прямом эфире говорю, вот кто-то может сидеть и критиковать Юрия Чернецкого или Александра Блинова. И вы говорите, видите, вот там он такой этот Юрий Михайлович, а видите, а вот то, то, другое, третье или десятое. Вы можете до тех пор это делать, и я могу до тех пор это делать по отношению к тебе, а Блинов, ну это ж Блинов, ну это ж Блинов, а, это Чернецкий, Чернецкий, раз переключил канал, да, это же Чернецкий. До тех пор я себе могу это позволить, пока на моем пути или рядом около меня не возникнет личности Иисуса Христа. А Христос шепнул мне на ухо, Юрий, или там Иван Иванович, или там Иван Степанович, или Анатолий Макарович, а-а, ты себя не с тем сравниваешь, ты себя сравниваешь с Юрием, а ну-ка посмотри на меня, сравни себя со мной. И когда возникает личность самого Бога около меня, я закрываю глаза, я хватаю голову в свои руки и говорю, Господи, прости, Господь мой и Бог мой, и я себя не с тем сравниваю. Вот если бы мы научились так себя сравнивать, мы бы меньше критиковали друг друга, меньше осуждали бы друг друга. Взор не своди с Иисуса, на Него смотри, на Него смотри, на Него. Не будет времени тогда того критиковать, на того камня бросать, не будет времени, потому что в Его присутствии блекнет всякая храбрость, блекнет моя святость в Его присутствии, блекнет моя праведность, он должен быть причиной моего подражания, а не брат, сестра, Таня, Маня, Ваня. И это потрясающе. Это потрясающе. Вот когда мы действительно имеем в разуме Иисуса, когда мы видим Его, я всегда видел Господа перед собой, ибо Он одеснует меня. Когда мы это видим, когда это мы знаем, мы благодарим Его, мы Его благодарим. Благодарят нас или не благодарят, улыбаются нам или не улыбаются, дают нам или не дают, мы Его благодарим. Он источник моей жизни, Он источник моего всего. Если Он на мгновение заберет дыхание, бывает такое, и все, казалось бы, еще секунду, и все, и нет жизни, это же в Его руке. Это Он, это Он, это Он, это Он. Алекс, последнее слово тебе, брат мой. И мы будем уходить из эфира через минуту. Тебе есть за что Христа благодарить. Потрясающее то, что Бог является самой личностной личностью. И всякий человек, приходящий к Иисусу, а Иисус тоже, Иисус Бог, приходящий к Иисусу, и совокупляясь с Ним в общении, он тоже становится личностью. Бог поднимает человека и делает его личностью. Если человек перестает ориентироваться на людей, а ориентируется на... Помните, в Евреи написано, что взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, будем проходить с терпением, предлежащее нам поприще. Да, то если мы взираем на Иисуса, я верю, верю. Всякий раз, когда я на Него смотрю, сердце наполняется благодарностью. Ты просто... Это как производная. Тебе хочется петь песни, прославление Него. Я не обязательно имею в виду какой-то там... Церковное. Да, какой-то там разряда. Сама суть песни, она славящая Бога. Она не просто жалующаяся на что-то. Она будет славить. Но это происходит только тогда, когда ты с Ним совокупресси, когда ты Его видишь, когда Он с тобой в общении. Тогда сердце наполняется благодарностью. И из уст нередко выходят такие слова Господи. Просто спасибо Тебе за то, что Ты есть в моей жизни. Спасибо Тебе, что Ты меня нашел. Благодарю Тебя, что Ты меня спас, привлек, взял в свои руки. Потрясающе. Итак, друзья, Александр Блинов, мы рады всегда видеть и всегда будем рады Тебе видеть. Всегда. Welcome. Anytime. На импорт. Друзья, видите, мы пришли к завершению эфира. Спасибо, что Вы были с нами. Любите Господа, ищите Господа, стремитесь к Нему. Будьте благословены. Снова и снова благословляем Вас. Поздравляем искренне и сердечно с этими великими праздниками. Благодарности нашему Господу. Он достоин этого. Он достоин всей хвалы. С этим мы уйдем из эфира. Иисус Христос любит Вас. Мы также любим Вас. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok